здравствуйте дисциплина история физики тема урока геометрическая оптика по плану мы рассмотрим сегодня три вопроса это развитие взглядов на природу света второй вопрос развитие волновой теории света юнг френель и третий вопрос современная корпускулярно-волновая теория света первое представление о природе света возникшего древних греков и египтян в дальнейшем по мере изобретений и завершенствования различных оптических приборов развивались и трансформировались средние века стали известны эмпирические правила построения изображения даваемых линзами в 1590 году янсен построил первый микроскоп в 1609 году галилей изобрел телескоп количественный закон преломления света при прохождении границы раздела двух сред установили установил в 1620 году снеллиус а математическая запись этого закона принадлежит декарту он же попытался объяснить этот закон исходя из корпускулярной теории вследствие формировкой принципа ферма был завершен фундамент построения геометрической оптики дальнейшее развитие оптики связано с открытием дифракции и интерференса света этим занимался гримальди гримальди 1665 год двойного лучепреломлений вартолин 1669 год и с работами ньютона гока гюгенца в конце 17 века на основе многовекового опыта и развития представления о свете возникли две мощные теории корпускулярная который за не которым занимался ньютон декарт и волновая это гюгенс и гук корпускулярные воззрения на природу света нет он развил стройную теорию из течения свет корпускулы испускаемы телами и летящие с огромной скоростью к анализу движения цвета по корпуску ньютон естественно применил сформулированной им законной механики однако из-за рассуждений ньютон следовало что скорость света в иществе больше скорости свет в вакууме кроме того в 1666 году ньютон показал что белый свет является составным и содержит чистые цвета каждый из которых характеризуется своей преломляемостью то есть дал понятие дисперсии света эта особенность была объяснена различим масс корпуску ньютону трудно было объяснить почему при падении на границу двух сред происходят частичные и отражение и преломление а также интерференцию дисперсии света однако огромный авторитет ньютона и незавершенность волновой теории привели к тому что весь 18 век прошел под знаком корпускулярной теории начало 19 века характеризуется интенсивным развитие математической теории колебаний и волн и ее приложений к объяснению ряда оптических явлений связи с работами юнга и френере победа одновременно пришла к полновой оптики а теперь мы просмотрим даты каком году что было открыто в 1801 году юнг формулирует принцип интерференции и объясняет цвета тонких пленок в 1818 году френель объясняет влияние влияние дифракции в 1840 году френель и арго исследуют интерференцию поля зона света и доказывают поперечность световых волн годом позже 41 году 800 френель строить теорию крестово оптических колебаний в 1849 году фезо измерил скорость света и рассчитал по волновой теории коэффициент преломления воды что совпало с экспериментом в 1848 году фарадей открыл вращение плоскости поляризации света магнитом и ферма фарадей иначе называют 1860 году максвелл основываясь на открытии фарадеи пришел к выводу что свет есть электромагнитные волны они упругие в 1888 году герц экспериментально подтвердил что электромагнитное поле распространяется со скоростью света которым обозначаем через букву c и в 1899 году советские ученые или русские ученые лебеди измерил давление света на этом мы я урок заканчиваю и в конце урока задаю вам вопросы для закрепления 4 вопроса пожалуйста 3 на этом урок закончен до свидания